Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, 14 часов 4 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Роман Шахов, рядом Лиза Калинина, и мы смотрим в интересную книгу нашей сегодняшней гости. Чью же книгу ты видишь? Покажи обложку, пожалуйста. А вот, посмотрите, пожалуйста. Сола Монова. Стихи. Вот, Юля, привет. Привет. Спасибо огромное, что ты к нам пришла. Ты знаешь, вот сразу хочу начать наш разговор с того, что люди-то уже как родную воспринимают. Каждый час, друзья, точнее, последние минутки нашего часа мы слышим по поэзию твою, твои стихи, и люди уже цитируют вовсю любимые строки. Мне очень приятно. Ты уже наш соведущий родной, по крайней мере, для нашей аудитории. Народный поэт страны. Народный, действительно, поэт. Друзья, выпустил новую книгу, в которую вошли произведения аж начиная с 1997 года. То есть это сборник... Да, это сборник. Всех стихотворений или части? Расскажи. Это наиболее полный сборник моих стихотворений на сегодняшний день. Там нет стихотворений таких вот хулиганских. Но, тем не менее, 18+. 18+, потому что я не смогла отказаться от стихотворения «Смайлик». Ну, потому что там есть одно слово, которое требует маркировки 18+. Потому что... И только из-за него получается такое ограничение, да? Ну, практически только из-за него, потому что есть те читатели, которые очень любят это стихотворение. Если они купят толстую книгу в твёрдой обложке, там написано стихи, и там не будет смайлика, они могут отписаться от меня в соцсетях. Соломонова без смайлика? Ну что вы, нет, нет, нет. И так и называется стихи сборник. Стихи, да, чтобы проще было найти в гугле. Книга уже в продаже. Друзья, вы можете заглянуть в ближайший книжный магазин. Да, совершенно верно. Можно попросить, и, собственно, можно эту книгу даже выиграть до конца этого часа на телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну, задание немножко попозже озвучим, да, чтобы сконцентрироваться. Да, можем сейчас, потому что задание интеллектуальное. Мы уже, в принципе, готовы. Друзья, вот такой сборник мы подарим. Тот, кто придумает рифму к слову «Богиня». «Богиня». Оказалось, что это очень сложно. 8-909-9281-899, смс, ватсап, вайбер. Пишите, подписывайтесь и указывайте, из какого города. Самое оригинальное, наверное, потому что много чего уже лезет в голову, а оно было использовано. Да, потому что недавно вышла песня, не так давно, «Цвет настроения синий», и все возможные рифмы «Иний», «Бикини», «Синий» были уже использованы. Откройте, да, в гугле эту песню, чтобы не повторяться. Ну и у нас, получается, здесь не только эта книга, не только стихи, но есть еще и другая книга. Жалобная, да, по ней можно гадать. Да. Эту книгу, то есть у нас всего шесть книг, получается, мы можем шестерых одарить. Друзья, пишите 8-909-9281-899, смс, ватсап, вайбер. Богиня, к нему, пожалуйста, придумайте классную рифму, такую самую оригинальную. Можно даже «богиня», «богиня», «богиня». Ну понятно, в общем, все пойдет, выберем. Все пойдет в работу. Как сейчас осенью тебе пишется, расскажи? Ой, как пишется. Явы, солнца нет. Хорошо, обычно поэтам именно осенью и пишется, но мне пишется в этой осени очень саркастично. Да. Чем же причина? Я не знаю. Кого себем? Себя, как обычно, себя. Погода хорошая была осенью, снега до сих пор нет, поэтому настроение тоже хорошее. У вас на Рублевке просто нет снега, знаешь ли, у нас он есть и часто встречается. Ну, мне кажется, везде снег. Ожидаем, но еще не выпьем. Скажи, пожалуйста, по поводу Рублевки, продолжают ли приходить соседки и говорят, ты знаешь, вот мой-то чего чудил, вот надо в стихотворении этот сюжет. Конечно, конечно, это основной источник. Ну, один из. Откуда берется информация? Откуда берется такая очень точная, жизненная информация, масса деталей. Ну, если серьезно, Юля, вот смотри, ты сейчас фактически селебрити, очень знаменитый человек с невероятным графиком. Когда ты пишешь? Вот все-таки поэт для меня, но опять-таки я обыватель, когда человек сосредоточен, как, знаешь, Пушкин в своем там этом Болдине писал. Ну, а сейчас ты все время в разъездах эфира и все такое ночами? Ночью, да, конечно. Куда, в телефон, смартфон или от руки? Ну, в смартфон, конечно. Это проще, потому что поэзия — это как нелинейный монтаж. Ты можешь эти слова потом несколько раз переставить местами, первое четверостишее сделать последним. И главное, что вот все, что происходит в жизни, можно туда записать. А потом есть свободная ночь, ты открываешь заметки, а у тебя там просто красота. Например, вчера я решила... Я теперь... Я хочу написать книгу детских стихов. Ух ты! Да, я написала одно только пока. И масса у меня заметок. Например, я хочу написать стихи про то, как девочку похвалили. И какой она стала хорошей. Ну, это возрастной ценз. Плюс три сколько? Нет, это будет ноль плюс. Ноль плюс. Наконец-то, наконец-то я хоть что-то ноль плюс напишу. Слушай, может быть, даже это будет такое руководство к действию для родителей, поучительное, да? Я пытаюсь написать книгу для детей, потому что... А, чтобы дети именно воспринимали. Слушайте, а может быть, вредные советы, понимаешь, что-то вот в этом стиле, чтобы и для детей, и для взрослых? Хорошие стихи детские, они в любом возрасте, мне кажется, хороши. Ну, вот надо написать хорошее, тут же специально не напишешь. Здесь же есть некое волшебство. Это волшебство будет сказочное, скажи, как у Пушкина, например? Будет разное волшебство. Вот, отлично. Будет и веселое волшебство, и сказочное. Я думаю, я год буду писать, как обычная. Ну и вопрос от издателя Юлия, когда принесешь рукопись? Сразу. Сейчас рукопись отсылается по электронной почте. Мы уже договорились, да. Они сказали, это хорошая идея, ждем. Все. Все. Мы ждем тоже стихи детские. Ну, в течение года, наверное, будет, да? Год, да. Все, год, ждем. Слушай, а ты сама когда начала писать стихи? Ты в детстве уже писала? Да, конечно. Я начала писать стихи в шесть лет. Ну, то есть ты уже была поэтом как раз детским. Ну, с тем, мне кажется, у меня сразу были взрослые, потому что я с помощью стихов пыталась повлиять на взрослых. Первая цель была манипулировать. Дети, это же гениальные манипуляторы. Вот я мужем своим манипулировать не могу, а мои дети, особенно моя дочь, я смотрю и думаю, Веревки вьет, да? Веревки вьет. Что не сделает, ой. Ну, ладно, да, соглашается. Я даже ей завидую и учусь у нее. А дочка пишет стихи? Да, пишет. Получается? Пишет. Она пишет стихи. Да, получается, первое стихотворение она написала, мне кажется, в три. Это было Хокку. Хокку. Да, Хокку. Она написала, что бабочки порхают, умирают незаметно. Ну, как всю жизнь. Взрослые стихи, правда? Вот это да. Друзья, давайте пока мы осмыслим эту мудрость детскую, не детскую, но в эфире страны ФМ будет музыка. И конкурс наш идет, не забывайте. Дамы и господа, это программа «Лучшие в стране». У нас в гостях Соло Монова. Мы говорим сегодня о новом сборнике, который называется «Стихи» и ждет вас уже в каждом уважающем себя книжном магазине. Ну и, конечно, эту книгу можно заполучить, если вы дружите с «Рифмой». У нас большой конкурс идет. Я не знаю, к нам уже, наверное, сообщение 40 приходит во все соцсети, друзья. Но мы выберем лучших из лучших. Подарков много. 909-928-1-89-9. Оригинальную «Рифмой» придумать нужно к слову «богиня». Да? Да. И мы выберем. Скажи, пожалуйста, Юля, забываешь ли ты свои стихи? Ну, бывает, читаешь, читаешь, потом «моц» и вылетела четверостишья. Да. Однажды было. Это было очень смешно. И было это в Тольятти. У меня есть стихотворение «Чужая женщина». Да. Я его читала, мне кажется, тысячу раз. И я читаю это стихотворение, читаю его, читаю, читаю. И тут я понимаю, что я не помню, что дальше. Игра — это компаниятор. Я делала такой драматический разворот. И начинаю ходить по сцене. Ну, вроде как это задумано. Зритель верит в то, что это пауза. А вся команда понимает, что что-то не так, потому что в этом месте такой паузы я обычно не делала. И все такие, что, что. И я так тихонько, отведя микрофон, говорю, что дальше, что дальше, что дальше. И у всех огромные глаза, и никто не помнит, что дальше. И потом мне Андрей подсказывает там, свою попробуй воспитай. Я свою попробуй воспитай. А еще один раз вспомнила, это было еще смешнее, на квартирнике. Но люди заметили? Нет, нет, нет. На квартирнике было еще смешнее. Первое стихотворение, которое я читаю, чувствую, рядом бабы. Я обычно выхожу очень стремительно и начинаю читать это стихотворение какому-нибудь мужчине, чтобы у меня был партнер. И я выхожу, нахожу мужчину глазами и такая, и вместо того, чтобы, где ты мой, милый, здоровый, фликонь, я начинаю другое стихотворение. Понимаю, что я читаю другое стихотворение, разворачиваюсь и возвращаюсь на кухню, потому что это квартирник, а у меня выход с кухни. И такая, ребята, как начинается стихотворение, чувствую, рядом бабы. У всех огромные глаза, и никто не может вспомнить. Я такая, в гугл, в гугл, быстро в гугл. Андрей выбегает, значит, начинает как-то держать паузу, все смеются. Я тут еще раз выхожу и уже начинаю, чувствую рядом бабы, которые мы нашли в гугле, потому что никто не смог вспомнить начало. Знаешь, как спасать положение? Надо Андрея попросить выучить несколько твоих стихотворений, ну хотя бы десяток. И вот чтобы он, да, понимаешь, разогревал процесс. Главное, удивительно, что мой муж меня часто спрашивает, как можно читать одни и те же стихи? Вот тебя еще не тошнит от этого? Тут как, это целый сборник огромный, как их запомнить? По годам все разложено. Оказывается, что никто же не помнит каждый раз, как в первый раз. А ты свои прям мучишь стихи? Я, когда их пишу, я их запоминаю. Но если стихотворение длинное, то, возможно, я могу запутаться в последовательности катернов, потому что я их могу взять и в последний момент переставить местами, например. И тогда чуть-чуть приходится подучиться. Слушай, а вот в школе, скажи мне, ты когда была на литературе, когда тебе нужно было учить стихи для предмета, для оценки, как ты это делал? У тебя были какие-то секреты, запоминания? Нет, у меня там была другая проблема. У меня было любимое занятие. Это переделывать стихи. Корректировать Пушкина, да. Переделывать. Да, с использованием разных каких-то словечек, которые я слышала от дворника на улице. Это пользовалось просто чудовищной популярностью среди одноклассников и даже мальчиков из других классов. И когда мы начинали... У всех же программа одна и та же. Вот мы проходим, например, Пушкина. Мы проходим Пушкина, я пишу переделку на Пушкина. Я уже прочитала своему классу, всему, всем по отдельности, по нескольку раз. В учительскую пригласили, да. В учительскую не приглашали, кому-то в столовке. В общем, я настолько уже прочитала, что хоть вот на концерт иди. И тут меня вызывают к доске и говорят, читай, Юля, а я его не помню. И я открываю рот, читаю два первых слова, понимаю, что это не те слова. Весь класс уже начинает хихикать. Хихикать, особенно те, кому я это читала. И вот приходилось как-то выкручиваться. Ну, понятно. Слушай, есть какой-то способ, ну, не знаю, может быть, ты находишься в этой профессии и подскажешь. Люди, например, хотели бы сочинять. Что-то даже у них получается. Но получается какая-то фигня, графоманство. Есть какой-то способ раскачать себе внутри вот эти способности? Прокачать, наверное. Конечно, нужно писать о том, что болит. Ну, то есть, стихи не пишутся так. Ага, а напишу-ка я сейчас что-нибудь для вечности. Стихи пишутся так. Мне сегодня так больно. Я даже не могу сформулировать точно эту боль. Но я чувствую, что у меня колется в виске. Там левый мизинец дергается. И масса, масса, масса деталей. И вот эти детали, даже без рифмы, это и есть стихи. И если будет искренность и немного техники, но даже и без техники. Слушай, ну у тебя-то техника есть, так или иначе. Да. Тут не только о том, в чем болит. Тут же в том-то и дело. Почему? Сколько поэтов не могут прославиться? Дело не в этом, вообще не такие известные. Потому что должно быть сочетание и техника, и чтоб цепляло. Ой, ну спасибо. Ей, пожалуйста. То есть это что? Это тоже навык определенный, да? Техника такой же навык, как бодибилдеры выходят на сцену. Понятно, как тренировка, тренажер. Да, нельзя же сказать, а как вот так сделать такое тело? Нет же волшебного заклинания. Нет, это тренировка. То есть вы пишете стихи, вы их потом читаете. Мало того, очень важно подражать. Важно, да? Конечно, ты читаешь, скажем... Вот однажды меня поразил буквально поэт Борис Рыжий. Я не знала о нем ничего, прочитала в интернете. Это поэт эпохи Перестройки из Екатеринбурга. Прекрасные стихи. Ой, меня очень вдохновило. Я все, что нашла, я прочитала. И я написала стихи, наполненные его интонациями, на мой взгляд. То есть это было исключительное подражание Борису Рыжему. Я их недавно, кстати, публиковала. Они осенние. Можно я их прочту? Да, конечно, давай. С пристани спугну чаек. В лавочке куплю специй. Я в тебе души не чаю. Я тебя кормлю сердцем. Как тебе подать? С кровью? Сладко ли тебе? Терпко. Все, что заболит, скрою. Все оно теперь стерпит. Осень охладит волны. Выветрится пуд соли. Будет ли любовь полной, если никакой боли? Браво, друзья. Соломонова, мне кажется, шестидесятники бы сейчас аплодировали тоже тебе. Правда? Мне приятно. Да, мне кажется, да. Правда? Надеемся, что да. Ну, а слушай, нет секрета запоминания, да? Стихи? Стихи — это как писать на клетчатой бумаге. Она же размечена, потому что в стихах всегда есть ритм. Нужно просто уловить ритм и помнить рифму. А все остальное можно придумать. Ну, если забыл, да, заново написал. Да, то можно... То есть если ты чувствуешь ритм и точно помнишь рифму, а рифма очень легко запоминается. Очень... Я недавно, у меня были кинопробы, мне кажется, я их с треском провалила, потому что я не могла запомнить нерифмованные стихи. То есть я пыталась найти... Подожди, нерифмованный текст? Ой, нерифмованный текст. Обычный текст, да. Да, мне было прям дружно. Потому что там другая история. У актеров этот навык развит, да? То есть они запоминают действия, желания. Ну, процесс, так скажем. Да, то есть они хотения свои запоминают, и на эти хотения кладут текст. То есть они... Мы хотим, а партнер нам дает, а мы партнеру, а партнер нам. То есть это же вечное партнирование. А я пыталась учить как стихи, и так как никакой рифмы, никакого ритма. Было очень трудно. Друзья, мы продолжим разговор. Соло Монова в гостях у Страны ФМ. Сейчас маленькая пауза, мы скоро вернемся. Так что пишите, друзья, 909-928-189-9. Наш конкурс продолжается. Богиня, нам нужна ваша рифма. Подарим сегодня шесть книг. Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ. Соло Монова у нас в гостях. И мне кажется, даже тот, кто никогда не писал стихов, никогда не сочинял рифм, сейчас прилагает все возможные усилия, чтобы получить или новую книгу Соло Моновой стихи, или уже известную жалобную книгу. Я пыталась тут погадать. Она шуточная, да, по ней можно гадать. Тут да, классно. Слушай, скажи, пожалуйста, вот Рома тебе задавал в переживью вопрос, в эфире надо его тоже озвучить, по поводу композиторов. Обращаются ли к тебе музыканты, чтобы ты им песню придумывала хорошую? Или, может быть, певцы? Певцы, да. Обращаются, и, как правило, я говорю, есть архив моих текстов, что вам нравится из этого. Давайте обсуждать. Или певицы, может быть. Певицы, в основном, конечно, певицы, потому что я же пишу от первого лица и от лица женщины. Но у меня есть несколько и от лица мужчины. Например, одна даёт, другая не даёт. Хотя нет, это от третьего лица. Но подходит и мужчине тоже. А есть ещё теломашина. Это как раз... Это для Арнольда Шварценега. Ну, это хорошее, мне нравится. Оно мужчина. Представляешь, скоро с твоими стихами, а может быть, так уже и есть, в театральные вузы будут поступать. Поступают, да, совершенно верно, поступают. Там же уже измыленный вот этот выбор. Вместо басни. А тут бац, такая новизна. Что вы будете читать, Крылов или Сова Монова? Я думаю, что многих российских современных поэтов читают на вступительных экзаменах. То есть ты знаешь уже это, да? То есть рассказывают, что поступают. Ну, я просто сама же поступала дважды. Я же поступала и на театральную режиссуру, и закончила её и во ВГИК. И вот этот конкурс творческий, он везде одинаковый. Первый тур, стихотворение, басня, проза. Да. И, конечно же, девушки, которые поступают, они хотят как-то презентовать себя. Кто-то хочет показать, что им нравится классика, читают Пушкина или читают Цветаева, Ахматова. А кто-то хочет показать, что она дерзкая. И, например, острохарактерные героини. Всё равно нет сейчас деления на амплуа, но всё равно артистка, когда поступает, она же думает, кого я буду играть. Одна думает, я буду играть королев, а другая думает, а я буду играть. Каких-нибудь комических старух. Это, кстати, же тоже амплуа. Слушай, а ты когда слышишь твои стихи читать, там же многие актрисы записывают сейчас видеоролики в Инстаграм и так далее. И ты, о, моё! И как, тебе нравится, не нравится? По-разному. Хорошо читают, нравится. Знаешь, бывает же, совсем не так слышат, как автор задумал, наверное. Ну, автор не может задумать, как прочитать стихотворение. Я знаю, но ты когда вот видишь, думаешь, ой, нет, не попало, не попало, не то выделила или нет? Ну, бывает, потому что некоторые стихи, которые я сама читаю, у меня уже в голове есть какой-то шаблон, он сам по себе там существует. И понятно, что я читаю, и мой мозг сравнивает моё прочтение, мои интонации и интонации чтится. Ну, есть масса стихов, которые я никогда не читала со сцены, и я даже не знаю, как их читать. Я думаю, о-о-о-о! Круто! Да, очень часто бывает, что я слушаю и думаю, боже, как здорово! Как хорошо написано! Или какая красивая! Или как у неё красиво губы двигаются! И какие губы! Или какие глаза! Или как смотрит! Надо вот это вот у неё немножечко вот подчерпнуть! И мы узнаём Соломонову, которая учится всю жизнь, друзья. Точно, точно. Ну что, Юля, может, ты нам что-то прочитаешь? Весёленькое, да? Давай, давай, давай. Весёленькое стихотворение называется «Мотивашка». Вау! Посвящается всем активным пользовательницам Инстаграма. Всё началось с того, что Анжелика, детально изучив одну программу, два фото обработанного лика, шутя, презентовала Инстаграму. То был шедевр и ретуши, и цвета. И вкус не хуже Марио Тестина. Настолько, что её подруга Света, увидев фото, сильно загрустила. Светлана не дружила с фотоделом, зато дружила с Борей из Газпрома. И пару дней назад её одел он в куницу. Чем не повод сделать промо? Светлана под себяшкой написала «Спасибо, дорогой, за эту сказку!» И тренерша из местного спортзала, увидев селфи, потянула связку. Она встречалась с культуристом Женей, таким самовлюблённым эгоистом, что за четыре года отношений он ей купил трусы за 1300. А у неё божественное тело. Светлана ей в подмётки не годится. И тренерша от боли захотела запечатлеть на фото ягодицы. Те самые трусы за 1300 дополнила чулками и корсетом. И бывшая подруга-культуриста ответила семейным фотосетом. Тот фотосет увидела Марина и выложила новую машину. Машиной вдохновилась Катерина и выложила нового мужчину. И я стою с айфоном в туалете и думаю, как много нас в России друг друга мотивирующих, леди, счастливых и успешных и красивых. Ура! Спасибо. Главное, правда. До сих пор работает. Абсолютная правда. Значит, по поводу Инстаграма. Мы в Инстаграме у тебя видим не только красивые фотографии, не только видеоролики, но и песни за роялем. Ну, это смешно, правда. Вот об этом расскажи. Будет ли у тебя вокальная стезя развиваться? Моя вокальная стезя может развиваться только в виде юмористических номеров. Ну, конечно, конечно. Потому что, ну, я много послушала современной музыки, мне понравилось. Я тоже могу. И мне особенно понравился автотюн. Мне кажется, что это очень смешно. И я написала нескольких коротких таких номеров. Ну, так как проще всего... Ну, музыкальные уже номера получаются. Ну, да, воплотить это самостоятельно. И я пришла к своему звукорежиссеру, говорю, ну, не пугайся, я попробую спеть. А ты мне сделаешь автотюн. Ты знаешь, что такое автотюн? Он говорит, да, конечно, знаю. Давай сделаем. И мы сначала сделали не суаз, мой любимый салат, а потом, когда появляется в жизни мужик. И причем я это записала, думаю, надо же как-то это снять, чтобы на стороне FM показали. Людям. Да, а как можно снять? Клавишки где-то стояли. Говорю, а можно я попробую поиграть? Только вы мне их отключите. Мне их отключили, я как давай играть. Я смотрю, звукорежиссер стоит и смеется. Я говорю, вот так и снимем. И я сыграла на отключенных клавишах. Очень чувственно, на мой взгляд. Очень красиво, да. Желай в роли. Видишь, все получилось. Мы желаем тебе продолжения этого. Спасибо. Вот, чтобы, может быть, целый альбом там будет такой. Ой, 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 не знаю, не знаю. Это уже опасно. Это опасно. По поводу выступлений. Расскажи, что, где, когда в декабре. Вообще, в ближайшее время. Где тебя видеть, да. Самое ближайшее время. Это четвертого уже нет билета в комьюнити, но еще будут такие мероприятия комьюнити. Это очень красивое место. Это ресторан с высокой кухней. Ну, прям очень красивое. Но самое важное для меня, что там есть театр в виде библиотеки. Он замечательный. Единственная проблема, там всего 100 мест, поэтому они очень-очень быстро продаются. Но еще будут, поэтому я буду делать анонсы в сторис, закреплять их. Там такие кружочки есть. Поэтому в новом году, я думаю, всех приглашаю. Потом 7-го числа, 7-го декабря у меня будет благотворительный вечер в Доме поэтов. У меня тоже закреплена ссылка. Все сборы от этого концерта пойдут на лечение Егора Гусева 5 лет. Реабилитация. У него ДЦП. Фонд «Линия жизни» занимается организацией. Это очень маленький концерт, там всего 50 мест, но он будет очень теплый. Это прям квартирник. Кроме того, я... 7-й декабря, Дом поэтов. Да, да. Там осталось, мне кажется, три билета. Ссылки сейчас есть у меня в сторис. И я попрошу тоже моих читателей. Я вывешу в сторис, сделаю пост, сборы, средства для этого мальчика. У него в декабре будет реабилитация. Это надежный фонд. Хочется помочь, чтобы все дети были здоровы. И в конце декабря у меня будет два концерта в «Гнезде глухаря». Так получается, что «Гнездо глухаря» очень полюбилось. Площадка такая известная. Бардовское место. Бардовское место. То в «Гнезде глухаря» это такой вот веселый вечер, очень много интерактива, потому что сцена маленькая, зрители сидят очень близко, можно общаться. И такая расслабленная, демократичная атмосфера. Да, первое отделение будет сарказм, второе отделение будет лирика. И я именно в «Гнезде глухаря» всегда пробую какие-то новые стихи, которых я еще не читала, впервые читаю, такие эксперименты провожу. В общем, будут премьеры и в этот раз, правильно? 29 и 30 декабря, то есть это прямо перед Новым годом. Это будут веселые концерты. На сайте «Гнезда глухаря» можно найти подать. Вы узнаете Солумонову, она будет в костюме Снегурчика. Сейчас композиция в цвет настроения твоего платья, ну и нашего тоже. Так что, друзья, да, Егор Крид, Филипп Киркуров, и мы вернемся совсем скоро. Друзья, Солумоновы по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Программа «Лучшие в стране» продолжается, и «Лучшие рифмы» будем мы зачитывать на слово «богиня». Давайте посмотрим. Я конспектирую. Конспектирую? Их очень много. Давайте. Давай. Я лучшие конспектирую. Давай, Рома, сначала ты, потом я. Сообщение, которое пришло от Леночки «Богиня Дыня», «Богиня Пустыня», с уважением Мона Стонова. Вот такая подпись. О, и она однозначно получает книгу. Слушай, а если таких много? Вот «Дыня» уже несколько человек писали. Еще рифмы слушайте. Значит, «Мрабыня», «Графиня», «Гусыня», «Береги», «Люби меня». Хотим сборник стихов на весь коллектив. Любим, уважаем, надеемся. Так, я теперь «Берегиня», «Богиня», «Княгиня», «Следующая», «Герцогиня», «Княгиня», «Святыня», «Гордыня», «Твердыня» и «Дыня». Это вот молодой человек написал. У него и «Гордыня», и «Святыня», и «Дыня». Высокая поэзия. Высокая. Значит, не отстает также Анастасия. Она написала «Богиня-Святыня» тоже. Зачитывается. Так, «Богиня-Разиня». Следующая, «Богиня-Сдайкири». Леночка пытается закрепить успех, пишет «Мартини». «Мартини» было, вот, мне кажется, у них же, да? Ой, еще очень прикольная девушка 2126 номер «Богиня-Санторини». «Богиня-Санторини»? Ну, остров Санторини. Это хорошее, да. Так, тут, слушай, целое стихотворение. «На сегодня я твоя богиня, и не смейте равнять меня с другими, если до рассвета доживешь эту разницу и сам поймешь. Королевы, звезды и принцессы все померкнут в радости процесса нежного принятия богини, только не равняй меня с другими». Ну, в общем, запомнила. В общем, цвет настроения синий. Мне понравилось. Было хорошо. Дальше. «Княгиня-Богиня-Святыня-Рабыня». Что еще тут у нас? Ну, много повторяющихся, да? «Богиня-Стихослагиня». «Богиня-Хэштега-Графиня» и «Стихослагиня». «Стихослагиня». «Богиня-Богиня-Чертовщина», «Богиня-Гордыня», «Богиня-Начужбине», «Богиня-На-Газотурбине», «Богиня-Хреновине», «Богиня-Вредине», «Богиня-Волокордине». Это все один человек. «Богиня-Волокордине». Да. Значит, есть сообщение от Натальи Салтыковой «Богиня-Дайкири». А, ну это у нас было уже, да. «Богиня-Пустыня». Да, была у нас уже. «Богиня-Шефиня». «Шефиня». «Шефиня». «Так, «Богиня-Вкабине». О, это прикольно. Нет, «Богиня-Вкабине». О, это хорошо прям даже. Это прям по-честному. «Богиня-Вкабине», да. «Богиня-Салла-Вбоковине». Вот еще есть. «Богиня-Любви-Бы». «Богиня-Не-Сидит-На-Героиня». Такая есть. «Богиня-Инстаграминя». Это мы. «Богиня-Рифма-Слагиня» еще есть. Такая. И «Богиня-Мандариня». Ну, видишь, тут уже коверкают всякие слова. И много повторяющихся. Есть у вас еще? Нет, все. То, что ты зачитывал, я проверял. «Богиня-Героиня». То есть «Богиня-Гусыня». Ну, вот. «Гусыня» тоже есть у Леночки здесь. Да. Ну, что? Первое вы зачитывали. «Богиня-Вламборгини» вот пришло. Так что? О, хорошо тоже. «Богиня-Вламборгини». Нормально. Да. Классно. Сейчас главное решить. Вот первое, много было хорошего. Там и «Пустыня» была. И «Графиня», «Рабыня». Первое сообщение, которое вы читали. «Дыня». «Лифты» читала первое. А, я читала. «Богиня-Герцогиня», «Княгиня-Святыня», «Гордыня-Дыня». «Пустыня» там еще была. «Пустыня». «Мон-Астонова», я вот говорил. «Богиня-Вламборгини». Да, «Мон-Астонова». Даем «Монни-Стонова», это мужчина однозначно. Под такими псевдонимами всегда мужчина. Даем. Так, есть. Потом «Санторини» даем. Оригинальная рифма. «Санторини» вообще больше, да, не повторялась. Девушке, которая стихи прочитала, даем. Такие стихи написать за столь короткий промежуток. Я думаю, я бы даже не пошла бы в какой-нибудь конкурс участвовать вместе с ней, она бы точно... Вот смотри, принимала ли ты когда-нибудь участие в конкурсах или, может быть, состязаниях других на время что-то написать, на заданную тему? Нет, я только писала вступительные сочинения в стихах. Когда поступала в театральный свой первый институт. Это, видимо, поэма получилась, судя по времени. Да, да. Ну, мы четыре часа писали. Но нет, это все-таки было стихотворение. Не знаю, для чего я это делала. Ну, я просто поняла, что наконец-то мне не нужно никого спрашивать, как написать сочинение, потому что все были против того, что я поступала в этот вуз. И, соответственно, я не думала о том, что моя мама будет недовольна, что я что-то там сделала не так. И я написала, как хотела и поступила. Давай еще ламборгини дадим. Ламборгини однозначно дадим. Вот он у нас написан. Еще вот в кабине тоже хорошее было. Это просто хорошая рифма. Нет, тогда богиня, тогда в кабине. Это чистенько прям. Вот написали, Елена Самойлова пишет, которая стих написала. Я согласна, батл, ю-ху! Ну, все, супер. Ну, определили. Победители. Определили. Мы с вами свяжемся. Ждите. Сколько подарков под Новый год? Книги, причем будут с автографами. Раз, два, три, четыре. По-моему, мы шесть раздали. А автографы будут? Да, конечно, конечно. Все, супер. Новый год ждешь? Праздник Новый год для тебя важен, или ты так к нему? Как ты относишься вообще? Сложный праздник, Новый год, да. У меня были Новые годы, как правильно сказать, или Новые года. Новогодние праздники. У меня были новогодние праздники, когда я работала Снегурочкой. И даже несколько дней назад я вспоминала один эпизод. Прямо сам Новый год? Сам Новый год. И, мне кажется, в 2000-м или в первом году, когда я еще жила во Владивостоке, и мы выступали где-то в баре на Диамиде, вот такой райончик хороший. Я помню, в 2 часа ночи кто-то стрелять начал. Вот такая экстремальная работа. Конечно же, из фейерверка, да? На Санторини и в Ламборгине. Да, я помню, что я испытала тогда впервые в жизни настоящее счастье, когда я оказалась дома, в этом костюме Снегурочки, живая, счастливая. И в Новый год. И с новогодним гонораром. И я поняла, что жизнь реально удалась. Ой, класс. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо большое и за подарки, и за призывы, и за такие истории, и за стихи твои. В общем, прекрасного настроения тебе, а нам ты его уже подарила. Мы счастливы. Соломонова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Книги в продаже. Ну, а то творчество, которое Соломонова создает каждый день в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо большое. Ты большой молодец. Спасибо. Увидимся и услышимся на «Стране.ФМ». Все, друзья, пока. До новых встреч. Пока.